Всем большой привет! С вами Таня, вы смотрите канал Атмосферы Счастья. Я вас всех очень рада видеть, успев в гостях. Ролик сегодня будет с моим заказом в Фаберлик, наконец-то, по 11 каталогу. Я вам покажу, что я заказала, а вы в комментариях делитесь обязательно, что вы заказывали по 11 каталогу, что будете заказывать в 12 каталоге, потому что там некоторые новинки, по-моему, появляются уходовой косметики. Я пролистала только электронный каталог. Ну и давайте приступим, потому что сегодня у нас есть одежда из новой линейки детской бурматиков. Также еще я вижу и косметику, и Фаберлик Хоум, и еды немного. Так что приятного вам просмотра! Сразу хочу предупредить, что артикулы все я обязательно оставлю в описании в инфобоксе. Если вас что-то заинтересовало, можете копировать и прямо на сайте Фаберлик смотреть. В том числе и стоимость сразу актуальную посмотреть. Стоимость я не всегда сейчас называю, потому что сейчас в течение каталога стоимость на некоторую продукцию у компании Фаберлик меняется. Поэтому актуальную информацию проверяйте на сайте. Ну а я начну с автозагара для лица и тела. Я его заказывала еще до отпуска. Не знаю, что я поеду в отпуск, и у меня будет естественный прекрасный загар. Но я же не знала, когда уезжала, что будет такая прекрасная погода, что у меня будет естественный загар. Я заказала автозагар для лица и тела, потому что я очень люблю автозагарами пользоваться летом. Потому что не люблю супер бледную кожу на себе именно. Когда я ношу короткие шорты, допустим, это на мой взгляд не очень красиво смотрится, когда совсем такие белые-белые ноги. Поэтому с автозагарами я в принципе всегда пользуюсь каждое лето. Но этим летом спасибо солнышку, спасибо прекрасной погоде. Может быть даже не придется пользоваться. Но я для того, чтобы оставить хоть какой-то отзыв, вчера воспользовалась. Сегодня воспользовалась этим автозагаром. Сегодня на лицо, вчера на ноги мазала. Но честно вам скажу, я не увидела эффект, потому что может быть камера сейчас немножко оттенок кожи показывает более светло, потому что у меня софтбоксы. У меня очень довольно темный оттенок кожи сейчас. Может быть поэтому этот автозагар не проявлялся, потому что я его заказывала исключительно по отзывам. И отзывы шикарные на этот продукт. Многие сравнивают этот автозагар с люксовыми автозагарами, с люксовыми средствами. И что я могу сказать по поводу текстуры и по поводу нанесения? Он мне понравился. Он реально один из лучших. И у него нет такого противного запаха автозагара. И он очень легко распределяется, абсолютно не оставляет липкости. И даже та легкая душка, которая присутствует, она со временем выветривается. Не забивают поры. И у меня лицо абсолютно комфортно сегодня себя чувствует, потому что я использовала автозагар, а потом использовала еще, когда наносила пудру, использовала тот спрей, который я вам сейчас тоже покажу. И у меня нет эффекта пленки, у меня нет такого эффекта, который бывает от некоторых лосьонов автозагаров, когда сбиваются поры и кожа как будто бы реально не дышит, как будто находится под пленкой, под полиэтиленовой, такой парниковый эффект, и лицо аж потеет. Я думаю, для многих это знакомо, кто использует кремы, либо лосьоны. А он в виде спрея находится. И спрей, мне кажется, по консистенции это что-то наподобие очень легкой эмульсии и разбавленного лосьона автозагаров. Ну а что касается самого эффекта загара, я его просто не увидела на себе после одного применения. Хотя обычно от автозагаров я вижу уже после первого применения эффект. Но тут, да, как я говорила, у меня просто реально сейчас очень смуглая кожа, смуглая для меня. Так, следующее. Кстати, автозагар, я скажу, 370 рублей стоил, когда я делала заказ. По-моему, на него шла скидка, я по акции заказывала. Вот это увлажняющая спрей-сыворотка, которой я пользуюсь в день сейчас по 100 раз. И когда макияж делаю просто в качестве тоника, и просто для того, чтобы в течение дня лицу освежить и так далее, я недавно получила свой заказ. Буквально там 3 дня, может, 4 дня прошло. И я вот 3-4 дня пользуюсь на ежедневной основе вот этим средством. У меня как мало уже, как много закончилось, как мало осталось средства. Оно мне реально понравилось. И по нанесению. И аромат у него, опять-таки, приятная отдушка. Не ярко выраженная, не такая сильная, как бывает у бюджетных средств. Но это я хочу отметить линейка. Эксперт скин-активатор. Активатор молодости называется. Трехступенчатая программа омоложения на основе пептидов и гиалуроновой кислоты. Это не дешевая вообще линейка. Но я когда делала заказ, вот этот спрей был на скидке. И я его заказывала за 296 рублей. Я его вам очень-очень рекомендую. В стеклянной бутылочке находится это средство. Результат нам обещает интенсивное, пролонгированное увлажнение. Конечно, увлажнение это то, что как раз-таки нужно сейчас в такую жаркую погоду. В такой зной у нас вообще палящее солнце было. Мы были в Башкирии. Здесь на самом деле шикарный состав. На первом месте вода. На втором пантенол. На третьем месте уже содиум гиалуронат. Ну, в общем, самые действующие компоненты находятся в первых позициях. Ну, и там еще предостаточно всего-всего. Следующее. Я заказала два кофе. Кофе я заказала со скидкой. Был период, когда в Фаберлике кофе стоил очень-очень дорого. Это где-то, наверное, в апреле-май. А сейчас по акции я этот кофе заказала за 266 рублей всего лишь. Заказала сразу две упаковки. Одной упаковки здесь, по-моему, 200 грамм в одной упаковке. Но, в общем, хватает на одну неполную заправку нашей кофемашины. Ну, стандартную заправку. Неполная получается. Но кофе действительно вкусный. Жалко, что ароматизированного кофе сейчас в Фаберлике нет. Я надеюсь, что когда-нибудь он появится. Следующее, то, что я заказываю уже, я даже не знаю, не помню, который раз. Одна я, наверное, скупаю этот шоколад без сахара у компании Фаберлик. 147 рублей. Сейчас по скидке стоит на сейле вот этот шоколад. Набор молочного шоколада. Зверюшки называется. Здесь состав отличный. Каждый раз я говорю, если вы не против подсластителей. Если вы заменяете сахар, иногда позволяете подсластитель. И здесь подсластитель мальтит и стевия. То я очень рекомендую. Вкусовые качества просто отличные у этого шоколада. Этот шоколад у меня очень любят девочки. Я им стараюсь не показывать для того, чтобы мне хватило на неделю. Потому что здесь, по-моему, 8 штук. 100 грамм. Получается сейчас так, что я второй месяц очень интенсивно занимаюсь спортом. Ежедневные тренировки. Иногда делаю себе выходные. И это функциональные тренировки. Я поняла, что в моем рационе реально не хватает белка. И в основном присутствуют углеводы. Даже если это не быстрые углеводы, как и сложные углеводы. Но все равно белка маловато. Для того, чтобы как раз вот этот баланс соблюдать к БЖУ. Белки, углеводы, жиры. И я иногда покупаю, не то что иногда, я часто покупаю. У меня всегда есть в холодильнике сейчас протеиновые батончики. Этот протеиновый батончик мне тоже очень понравился. Я покупаю всегда, выбираю именно по составу. Чтобы там не было сахара. Чтобы там было много белка. Здесь белка не так много. Я вам сейчас найду вот в этом батончике. Получается 7,5 грамм на 35 грамм. В принципе, нормально. Жиров 3 грамма. Углеводов всего 6. Но здесь дальше еще пищевых волокон 11 грамм. Витамин С, ниацин, Е, пантантеновая кислота. В6, В1, В12, фолиевая кислота. Биотин, витамин В12, цинк, селен. На самом деле, это, конечно, отличный перекус. Иногда в жару я просто один протеиновый батончик съедала. Например, на ужин и выпивала, не знаю, стакан кумыса или стакан кефира. И мне этого уже было достаточно, потому что белки, пищевые волокна, они очень быстро насыщают. Но сразу скажу, что я бомбар покупаю, протеиновые батончики, потому что там белка больше и там нет растительных жиров. А здесь есть растительный жир, заменитель масла какао лауринового типа. Вот, поэтому и на первом месте сироп олигофруктозы. А у бомбара, например, там, по-моему, сразу белок сывороточный. Так, ну что, протеиновые батончики-то сами по себе отличные. Цена на них была отличная. Типа за 80 рублей или 85 рублей я заказывала. Но их, по-моему, уже нет в наличии. Если вдруг появятся, я их рекомендую. Они действительно вкусные, вкусовые качества отличные. Хочу вам теперь показать одежду. Я уже все вытащила из пакетов. Не буду тут шуршать перед вами. Линейка бурматиков. И посмотрите, какая красивая кофточка. Я даже не знаю, как назвать правильно. Ну, наверное, да. Маечка, футболочка с короткими рукавами. Очень-очень красивая, очень-очень качественная. Хлопковая. Это 100% хлопок. Я, Сонечка, заказала размер 128. Цвет лаванда. Это называется вообще джемпер. Без рукава для девочки. Ну, фаберлик, я думаю, замечали, да, многие, что странные иногда бывают названия. Типа файка и так далее. Очень красивые здесь плечики. Конечно же, нужно все разгладить. Тут баска. Все с такими красивыми валанчиками. Все очень нежное. Такое девчачье. Очень-очень. Мне понравилась эта кофточка. Сонечка еще не устраивала примерку. Обязательно вам покажем, как на ней все это смотрится. Нет никаких торчащих ниток. Все прямо такое. Вот знаете, даже приятно из пакета доставать вещи фаберлик. И еще я заказала... Сейчас я вам покажу вот такую вот новинку. Так, это я заказала тоже Сонечке Бурматиков. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Называется размер 128. 100% хлопок. Посмотрите, какая красивая бабочка. Я вообще балдею. Насколько же красивая футболка. И она очень качественная. Тоже она довольно-таки плотная. Она чуть-чуть растягивается, но не сильно. На плотных девочек имейте в виду, пожалуйста. Скорее всего, нужно заказывать на размер больше. Сонечке я сейчас везде покупаю одежду 128 размера. И ей идеально подходит. Рост у нее как раз примерно, ну, 125, скорее всего, уже. Тоже швы все идеально ровные. Прямо ничего здесь не торчит. Вот. Обожаю, обожаю одежду детскую. Особенно детскую. Фаберлик. И сашульки. Посмотрите, какую классную футболку. Я заказала с сердечком. Ей очень понравилось. Она уже вчера порывалась ее надеть. Но я говорю, нужно сначала постирать. Хотела на прогулку надеть. Я ей заказываю 116 размер. У нее рос где-то 112 сантиметров у Саши. И здесь, обратите внимание, по бокам есть черные вот такие вот вставки, которые визуально сужают. В 3, 4, даже 5, 6, 7 лет ребенку запариваться по поводу, конечно, того, чтобы визуально там что-то сужало. Мне кажется, это странно. Но просто мне очень понравилось сердечко. И сам принт, конечно, классный. Я заказала новинку в линейке Фаберлик Хоум. Появился гель для профилактики и устранения засоров. Вообще никогда не... По-моему, у Фаберлик никогда не было подобного средства. Посмотрите, вот таким образом выглядит данный гель. Это гель-концентрат, который быстро проникает глубоко внутрь труб, ликвидирует причину возникновения засора, профессионально устраняет самые сложные засоры даже при наличии стоячей воды, полностью очищает внутреннюю поверхность труб, эффективно устраняет неприятные запахи, безопасен для основных типов труб, включая пластиковые, устраняет засоры за 15 минут. И я надеюсь, что этот гель круто работает. Если вы уже заказывали, обязательно оставляйте ваши отзывы, пока у меня не было случая проверить просто работу этого геля. Ну, в линейке Фаберлик Хоум я даже не могу вспомнить средство, которое мне бы не понравилось, которое было бы неэффективным. Я заказывала этот гель в день, когда была скидка на всю продукцию Фаберлик Хоум, линейку именно для дома, минус 20% где-то за 200 рублей. Следующее, то, что я заказала, опять-таки, была скидка, минус 25% была скидка. И представляете, я заказала универсальный спрей пятновыводитель. Это действительно мой мастхэф. Уже, наверное, на протяжении трех или четырех лет обожаю вот эти спреи пятновыводители, в том числе и карандаш. Кстати говоря, карандаш, он настолько эффективно оказался, что устранила я, мы когда были в Башкирии, я маме тоже покупала карандаш и давала ей на пробу. Она, кстати, его тоже хвалила. И я его попробовала на сониной одежде, которая была вся запачкана, вся она была в ягодах уже несколько дней. Я думала, что все, кирдык пришел костюмчику. Но представляете, я намазала и, наверное, оставила где-то минут на 15, отправила в обычную стирку, руками ничего не оттирала. Этот карандаш справился даже с ягодными пятнами. Вот прям я настолько была довольна. Я не могу сказать, что вот этот спрей пятновыводитель такой же эффективный, но какие-то свежие пятна, если у вас есть там от чая, кофе, тех же ягод, с такими свежими пятнами этот спрей справляется. Очень я люблю. И я заказала за 99 рублей. Представляете, сразу заказала 2 штуки, пока была скидка. Далее я еще заказала тоже по такой же причине, по такой же скидке, минус 25% про запас. Потому что я иногда вот летом, особенно когда белые вещи стираю, иногда я даже в каждую стирку немножко добавляю пятновыводителя кислородного универсального из линейки Фаберлик Хоум. Экстра Окси он называется. Вот так вот выглядит. Он прямо жидкий, жидкий, жидкий. Не могу сказать, конечно, что надолго хватает, если часто и много использовать. Здесь объем 470 миллилитров. Далее заказала опять-таки с огромной скидкой по 83 рубля 2 мылоустраняющих запахи для кухни. Обожаю эти мыло. Постоянно вам показываю вот это мылоустраняющее запахи. Кофе и тирамису. Я его уже не первый раз заказываю, а второй у меня, ой, по-моему, первый раз заказываю экзотические фрукты. Может быть, вот это даже новинка. Посмотрите, у них особенный на самом деле состав, который реально устраняет запахи. Если вы часто готовите рыбу, если в процессе приготовления лук, чеснок используете, у вас, например, сделочные доски имеют какой-то неприятный запах, либо руки, и вам это неприятно, попробуйте в Фаберлике купить вот это мылоустраняющее запахи. Не мной только это подтверждается. Все мои подписчики, я думаю, кто использовал это мыло, тоже подтвердят, что оно реально устраняет запахи. Так, следующее, то, что я вам покажу, сейчас я найду, что у меня тут еще осталось. Жидкое мыло для рук. Черничный капкейк называется. Я заказала за 110 рублей. Специально девочкам с вами заказала, потому что они обожают вообще жидкие мыло. Любые, не только Фаберлик, но Фаберликовские им нравятся, конечно же, потому что они очень приятно пахнут. Ой, ну вот это тоже моя любовь, тоже must-have. Концентрированный гель для мытья посуды, сочный грейпфрут. Много раз, ну, мне кажется, каждый заказ практически Фаберлик, я показываю эти средства, потому что пользуется вся семья. Я даже в Башкирию с собой увозила кучу средств Фаберлик. Концентрированный гель для мытья посуды, он реально концентрированный, его можно и нужно разводить, если у вас есть специальный дозатор, разводите водой, добавляйте соль, хватит прям очень-очень надолго. Несмотря на то, что у него довольно жидкая консистенция, она не очень густая, она все равно эффективно удаляет и жир, и любые другие загрязнения. Это средство отлично смывается с посуды, не сушит абсолютно кожу рук. Очень приятные всегда ароматы, легкие, ненавязчивые, которые не остаются на посуде. И также вся вот эта линейка, все гели для мытья посуды у компании Фаберлик, они рекомендованы и подходят для мытья детской посуды. Есть специальный, по-моему, даже гель, не по-моему, а точно, есть специальный гель для мытья детской посуды, абсолютно гипоаллергенный, без отдушек и без красителей. И он идет также для мытья детских аксессуаров, игрушек и так далее, всяких сосок, бутылочек. Поэтому очень люблю эту линейку, несмотря на то, что вот это бюджетное довольно-таки средство, в районе 100-120 рублей, смотря вот там какие скидки, очень-очень прекрасное средство. По 250 рублей, опять-таки, со скидкой минус 25%, я заказывала из линейки Фаберлик Хоум вот эти средства. Ой, это тоже мои мастхевы просто. И вот этот пятновыводитель Extra Oxi, он идет в виде порошка, он идет с синими гранулами, внутри находится сразу мерная ложка. Обратите внимание, если делаете заказ и заказываете что-то сыпучее, вам в заказ могут положить дополнительно мерную ложку. Она там каких-то денег стоит, небольших, но если она вам не нужна, вы ее просто убираете с заказа. И отбеливатель кислородный, сколько я отбеливателей не пробовала. Этих кислородных отбеливателей на самом деле очень много. Но у Фаберлик, мне кажется, реально как-то лучше справляется. И белые вещи более белыми становятся. Здесь просто обычный вот такой вот белый порошок, обычные гранулки. Но работает вот это средство, этот отбеливатель, на мой взгляд, по моему опыту, просто отлично. Я его всегда сочетаю с вот таким вот порошком. Иногда, кстати, даже с жидкими порошками Фаберлик я объединяю, и у меня все смывает, и машинка стирает все нормально. Из контейнера, я имею в виду, смывает хорошо машина. Концентрированный стиральный порошок универсальный я тоже заказала со скидкой за 305 рублей. Тоже подходит для стирки детских вещей, в том числе и детского белья. Очень приятные ароматы вообще у всей этой линейки, обожаю. Ну и, по-моему, последнее, то, что я вам сейчас, да, покажу, это правильная соль из линейки Нечаев и Меликла. Заказываю повторно. Сейчас мы часто делаем салатики. У меня девочки обожают просто огурцы, нарезанные просто посыпанные солью. У меня заканчивается гималайская розовая соль, и вот поэтому я им специально уэльскую соль заказала. Она действительно идет с пониженным содержанием. Натрия содержит коллаген с пищевыми волокнами, типа на 30% меньше натрия. Ну, просто 100 рублей, по-моему, стоила эта соль. Удобно и вроде бы как, думаешь, качество у Фаберлик действительно хорошее. Детям почему бы и не заказать. Все, это был весь мой заказ по 11 каталогу. Я надеюсь, что вам было интересно, и вы прекрасно провели со мной время. Я, на самом деле, соскучилась по своему каналу, соскучилась даже по съемкам, по всем этим приготовлениям, расстановке всего света и так далее. Я люблю готовиться к съемкам роликов всегда, что-то там подбирая наряды и так далее. Поэтому я действительно соскучилась. Вот, и у меня прекрасное настроение и прекрасное состояние. Я надеюсь, что у вас тоже все прекрасно. Если нет, то смотрите мои ролики, потому что я обычно делюсь всегда хорошим настроением и снимаю всегда, когда у меня хорошее настроение. А чужая энергетика в любом случае, она же передается, это все заразительно. Так что, хорошего вам настроения, всего самого наилучшего. Пока-пока, до новых встреч в моих новых роликах. А я сегодня была вот в таком прекрасном платье. Вы, наверное, уже и забыли, как у меня кость хрустнула. Я, кстати, когда делаю вот такое вот плие упражнение, у меня так кости хрустят, я не знаю, если у меня врачи смотрят, напишите, почему так происходит. Начали кости хрустеть, может мне витамины какие нужны. Ну, в общем, наверное, надо загуглить. Ладно, пока-пока, до новых встреч, дубль 2. Теперь точно пока.